Многие женщины очень боятся показаться легкодоступными и думают, что мужчинам такие женщины не нравятся. Но это очень ошибочное мнение, потому что мужчинам как раз таки не нравятся вот такие всеснежные королевы. Мужчинам нравятся те девушки, с которыми он видит шанс переспать. То есть всё-таки давалки как раз таки очень сильно привлекают мужское внимание с первой минуты. Но дальше, чтобы эти отношения не начались и не закончились только на одном интиме, вы вот такая якобы давалка не даёте и не даёте. Вот знаете, такое «не пуская тело в дело, разведи лоха умело». Тут так же. Он клюнул на эту удочку, что что-то ему перепадёт, и он готов уже на всё, лишь бы быстрее это случилось. И в этот момент можно его на шопинг затянуть, можно ещё что-то попросить. И так тянуть эту удочку, тянуть и тянуть. И, возможно, он уже как бы рассмотрит за это время вас личности. Действительно, как-то вы уже ему понравитесь совершенно на новом уровне. То есть казаться и быть – это разные вещи. Всем привет! Я, наверное, сегодня посвящу целый день нашей Диане. Так вот, продолжение видео, которое было чуть-чуть ранее. Диана говорит, что нужно, в общем-то, оголиться и всячески своими мягкими частями, или не очень мягкими, но весьма упругими частями тела привлечь мужчину. Я же считаю, что это зашкварно, и одна из комментаторов ей написала примерно то же самое, что это как-то стрёмно. На что она выдала, что давалочки – это прекрасно. И что сначала нужно дать, а потом не давать, тем самым привлекая его ещё больше. На мой взгляд, это вообще зашкварно. Это, знаете, когда мужчину дрессируют сексом. И не будучи в отношениях, она уже начинает это делать. И ещё более чмошного, отвратительного совета, мне кажется, я в своей жизни не слышала.